Здравствуйте, в студии Андрей Иванов. Вы смотрите программу «Итоги недели» о самых главных событиях минувшей семидневки. Вам расскажу я и мои коллеги. Буквально всколыхнуло информационное пространство новости о водно-транспортном происшествии. В Килинском районе в реке Лена проводят проверку по факту крупного разлива нефтепродуктов. 12 июня в акватории столкнулись два танкера, в результате чего в водоем попало около 80 тонн бензина. Превышен уровень предельно допустимой концентрации. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Ну, надо понимать, что бензин – это фракция нефтепродуктов, которая с водой может только смешиваться, она не растворяется. И, соответственно, вот этот объем вытекшего бензина, он существует как некая отдельная агломерация, которая сейчас просто движется по течению. Это, я думаю, всем понятно. Из хороших новостей, если это так можно сказать, данная ситуация, это то, что поскольку это не нефть, то на дно это все не осядет. Это все потихоньку протечет по течению. На текущий момент у нас продолжает действовать запрет на забор воды местным населением из реки Лена. Продолжает на текущий момент действовать режим ЧАЭС муниципального уровня. Продолжаем информировать коллег из Саха-Якутии о складывающей ситуации. Танкер Ерофей Хабаров, пробоина в котором привела к разливу топлива, уже покинул территорию Иркутской области. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре принимает меры по розыску судна. В этом году это уже не первое, а как минимум третье происшествие, связанное с судоходством на Лене. Остается только догадываться, как это происходит. Либо речные моряки погрязли в беспробудном пьянстве, либо в акватории настолько плотное движение, что в пору ставить водного регулировщика. В общем и целом, транспортная прокуратура разберется. Между тем, Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования воды в реке Лена. Как заявляет в ведомстве, уровень предельно допустимой концентрации вредного вещества в воде не превышен. В Киринском районе продолжает действовать режим ЧАЭС. Да и во снятии использовать речную воду для рекреационных, хозяйственных и питьевых нужд запрещено. И тут нельзя не отметить, что из-за чьей-то халатности по пустительскому отношению, небрежности и желания выпить на рабочем месте страдают сотни и тысячи людей, живущих ниже по течению реки. И еще о неудобствах для людей, на этот раз не связанных с человеческим фактором. На этой неделе в связи с усилением ветра на территории Ангарского округа произошел ряд отключений электроэнергии. От местных жителей поступило около 130 звонков в дежурные службы. Под превентивное прекращение подачи энергии попали несколько населенных пунктов и микрорайонов. Жители микрорайонов Кирова и Старица оставались без электричества около пяти часов. Жалобы поступали из Китоя, Северного и Нового Четвертого. Во избежание аварийных ситуаций электросети временно прекратили подачу энергии в деревни Чебогоры, Якимовку, Заимку и Стеклянку. Все сообщения отработаны согласно алгоритму, для чего привлекались энергетические компании, управляющие компанией города, а также силы и средства администрации Ангарского городского округа. На сегодняшний день все аварийные ситуации устранены, нормальной жизнедеятельности населения ничто не угрожает, электросети работают в повседневном режиме. В службу ГОИЧС поступило около 10 звонков от граждан с сообщением о поваленных деревьях, мешающих пешеходам и проезду автотранспорта. В частности, это зафиксировано на территории 7, 11 и 33 микрорайонов. В гидрометеослужбе объясняют ситуацию с усилением ветра сменой холодного фронта. Пострадавших в результате прохождения циклона не зарегистрировано. Как заверяет Татьяна Мухортикова, в течение последующих трёх дней погодные условия нормализируются, порывы ветра прекратятся. Егор Сорокин, Раиса Сальникова, Александр Черник. Местное время. В Ангарском округе найден подрядчик для ремонта путепровода в посёлке Мегет. Об этом стало известно в ходе встречи местных жителей с главой региона Игорем Кобзевым. Вместе с этим удалось обсудить и ряд других проблемных вопросов, связанных с реконструкцией моста. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Аварийный путепровод в посёлке Мегет – одна из самых обсуждаемых тем в медиасообществе Иркутской области. Она начала набирать обороты ещё в ноябре 2017 года. Именно тогда, во время очередной проверки, были выявлены серьёзные повреждения одной из опор железнодорожного моста. А уже в мае 2023 года движение по Виадуку было и вовсе перекрыто. В результате чего местные жители оказались отрезаны от так называемой большой земли. Добраться до детского сада, школы или больницы стало настоящим испытанием. Демонтаж Виадука сегодня будет завершён. Поэтому, по сути, это неизбежность. Рано или поздно это надо было делать. 18 месяцев придётся жить именно в таком режиме. Ну и помимо Виадука, безусловно, пользуясь тем, что присутствовал губернатор, целый ряд других вопросов был озвучен, так как они заранее не были подготовлены, поэтому по ним что-то экспромтом отвечалось, а по каким-то вопросам возьмём время на проработку. Но ни один вопрос без ответа не останется. Сейчас вопрос ремонта путепровода находится на контроле у всех профильных служб, а также властей муниципалитета и области. С рабочим визитом МИГЭД посетил глава региона Игорь Кобзев. Он лично выслушал жителей и определил план мероприятий по решению возникших вопросов. В их число входит организация временной дороги, транспортная доступность другими населёнными пунктами и определение алгоритма работы экстренных служб. Мы переходим на такой штабной режим работы, мы режим повышенной готовности ввели, вернее, муниципалитет ввёл. И определили, что мэр городского округа еженедельно в пятницу в 18 часов подводит здесь итоги. Итоги также будут присутствовать все должностные лица, которые сегодня необходимы. Конечно, это заказчик в лице одной из структур городского округа, подрядчик, надзорные органы, представители РЖД, общественности. Одной из позитивных новостей для сельчан стало то, что для капитального ремонта моста найден потенциальный подрядчик. Аукционы по его поиску велись с марта 2022 года. В настоящее время идёт процедура заключения контракта. После его согласования начнутся строительные работы, которые продлятся 18 месяцев. Срок определённый, работы согласно календарного у нас как технология. Мы будем стараться, конечно, вам помочь. Проблемы слышим, проблемы посёлка. Будем стараться. Вместе с этим, по словам мэра ангарского округа Сергея Петрова, в Мегете уже проведены работы по отсыпке и грайдированию временной объездной дороги. Благодаря участию губернатора области, сотрудники РЖД выдали разрешение на альтернативный проезд через посёлок Вересовка. Наталья Хмелёва, Олег Левченко. Местное время. В ангарском округе мониторинг уровня воды ведётся в круглосуточном режиме. Ночью 14 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение из садоводства «Ясная поляна» о затоплении одной из улиц. Выяснилось, что частично подтоплены бетонные блоки, установленные вдоль береговой линии для ограничения движения транспорта. Также из-за высокого уровня реки Китой под воду ушла одна из дорог, ведущая в садоводство. Наша съёмочная группа побывала на месте. Из-за обильных дождей уровень воды в Верхове к Китое начал повышаться с 12 июня. О том, что река прибывает, в садоводстве «Ясная поляна» заметили практически сразу. Участки, а также проезд ведущий к СНТ здесь расположены совсем недалеко от берега. Когда-то эта дорога была одним из подъездных путей к садоводству «Ясная поляна». Палатки смыли часть берега. Теперь привычный путь, проходящий через Китой, стал частью реки. Сегодня подрядная организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Произведена отсыпка, устанавливаются новые бетонные блоки. Близость к воде, которая привлекает некоторых дачников в дождливые дни, оборачивается серьёзной проблемой. Эти все выцарапали плит и всё очистили. И на берег хотя бы наносили. И не нужно никаких тут самозвалов, ничего. И она вот такая хорошая появилась дамба. Если бы оттуда всё достали. Почистили экскаваторы. Есть такие большие экскаваторы с большими ковшами. На берег всё сгрёб. Только сгрёб на берег. Дал речке ход. По закону, строительство гидротехнического сооружения в этом участке входит в компетенцию Енисейского бассейного водного управления. Несколько лет назад администрация Ангарского городского округа обратилась в суд, чтобы принудить ведомство принять необходимые меры. Однако работы до сих пор не выполнены. В данный момент ситуация находится на постоянном контроле службы ГОИЧС. Была направлена оперативная группа. Информирование населения осуществлено. Граждане эвакуироваться отказались. Частично было подтоплено. У нас 7-я улица. Остальное, в принципе, всё на мониторинге. По прогнозам гидрометеослужбы у нас в ближайшее время ожидается на посту в микрорайоне Китои снижение уровня. На постах, которые расположены выше по течению, это населённые пункты Добада и Раздолье, с утра отмечается стабильное снижение порядка 30-40 сантиметров. По прогнозам МЧС, напряжённая ситуация с уровнем рек будет сохраняться и в ближайшие дни. Однако, как следует из данных с гидрологических постов, уровень воды пока не превышает критический. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время. А теперь, пожалуй, к главной теме минувшей недели. Владельцу скандального кафе в Братске грозит тюремное заключение. Напомню, в заведении произошло массовое отравление шаурмой. По последним данным, за помощью к врачам обратились уже более 60 человек. Половина из них госпитализированы. В пробах биологического материала граждан и персонала кафе, где пострадавшие покупали продукцию, специалисты обнаружили ДНК сальмонелл. О результатах лабораторных исследований сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Следственный комитет ведёт расследование. Подробности в сюжете. Высокая температура, слабость в теле, тошнота и в результате госпитализация. Такими последствиями обернулся быстрый перекус для нескольких десятков жителей Братска. По последним данным, с симптомами отравления в больницы обратились более 60 человек. Все они купили шаурму в одной и той же местной забегаловке. Все пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением шаурмы, приобретённой в кафе «Шаурму-пачок». В рамках эпидемиологического расследования специалистами управления Роспотребнадзора выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности, нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения лишних единиц работников. Особое внимание медики Братска сейчас уделяют маленьким пациентам. Среди отравившихся пятеро детей. И самое интересное, что кафе, где произошёл печальный инцидент, уже попадало во внимание надзорных органов. Причём дважды. Повод всё тот же – массовое отравление. Если в 2019 году владелец заведения отделался штрафами, то, вероятно, сейчас санкции будут более серьёзными. Сегодня индивидуального предпринимателя задержали. На место происшествия выехали следователи Следственного комитета, сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В настоящее время следователями изъята документация на всех работников указанного кафе, специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонной техники и приборов. Во всём мире шаурма считается одним из самых популярных блюд уличной кухни. Названия варьируются от региона к региону – шаверма, гирос, дёнер и так далее. Ингредиенты – это тонкий лаваш, начинённый жареным мясом, свежими овощами и соусом. Такой недорогой, вкусный и очень сытный продукт занимает лидирующие позиции по количеству заказов. Но порой востребованностью этого блюда пользуются недобросовестные дельцы, которые пренебрегают санитарными нормами. Прежде всего, помещения, в которых происходит изготовление пищевой продукции, они должны подвергаться регулярной дезинфекции, санитарной обработке. Персонал обязательно должен проходить все медицинские обследования, иметь медицинские книжки, применять при работе санитарную одежду, одноразовые перчатки. Инвентарь должен обрабатываться. То есть, это самые элементарные необходимые меры, которые должны обязательно соблюдаться. Должно соблюдаться товарное соседство при приготовлении, должны соблюдаться сроки хранения, сроки годности тех продуктов, которые применяются при приготовлении конечного уже продукта, в частности, шаурмы. Сегодня проверки заведений быстрого питания на регулярной основе не проводятся. Это связано с установкой снизить административную нагрузку на малый бизнес. Потому поводом для визита санинспекторов могут стать разве что жалобы потребителей. Поэтому те, кто неравнодушен к еде из общепита, должны помнить об основных правилах безопасности. А именно, обращать внимание на состояние торговых точек и в случае чего обращаться в компетентные органы. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. Поразительно. Массовое отравление произошло уже не в первый раз, а внимание к этой теме привлек только общественный резонанс. И очень сложно поспорить с тем, что зачастую решить какие-либо проблемы можно только таким способом. Продолжаем. В Иркутской области вступил в силу закон об административной ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ подписал глава региона Игорь Кобзев. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф до 3000 рублей, а юридическим до 50 тысяч. В службе потребительского рынка и лицензирования пояснили, что к тонизирующим напиткам относятся те, что оказывают на организм стимулирующее действие. Исключением являются чай, кофе и жидкости на их основе. Мэр Ангарского округа поблагодарил работников детской городской больницы номер один. Именно они спасли ребенка, который получил тяжелое ножевое ранение в область сердца. Пациент поступил на операционный стол 2 мая. В течение двух часов медики неустанно боролись за жизнь несовершеннолетнего. В мэрии подчеркнули, что его спасение стало блестящим примером командной работы профессионалов. Труд ваш, безусловно, больше, чем какой-либо другой, принимает слово «Спасибо». Больше, чем врачи, не благодарят никого, это точно, поверьте. Вы делаете великое дело, и ваш труд, безусловно, это, в первую очередь, заслуживает глубокого уважения. Добавлю, что 18 июня в России отмечается День медицинского работника. В Ангарском округе благодарственных писем и грамот удостоены 170 врачей и медсестер. Спасибо за труд и спасенные жизни. Жители Ангарска вместе со всей страной отпраздновали День России. Основные мероприятия развернулись на главной городской площади, и хотя погода напугала многих, праздник состоялся. Отдел культуры и окружной администрации подготовил развлекательную программу, где выступали народные ансамбли, певцы и детские коллективы. Сегодня мы с вами отвечаем за страну, мы отвечаем за нашу Россию, за ее будущее. А это будущее наших детей, наших внуков. Сегодня наши парни ангарские, в том числе, на рубежах нашей страны отстаивают. Действительно, нашу самостоятельность, нашу родину, нашу возможность жить так, как мы хотим, а не как нам хотят диктовать. Ангарчанин Олег Белогрузов пришел на мероприятие с супругой и детьми. Его сын танцует в детском коллективе. Глава семьи в знак единения со всей страной держит в руках символ праздника – российский триколор. Россия – это наша великая страна, уникальная, многонациональная. Все здесь родились, все здесь выросли. Я люблю свою родину. Народный хор «Сдравец» – постоянный участник таких мероприятий. Жизнерадостные патриотические песни в исполнении коллектива будоражат чувства зрителей. На празднике артисты исполнили песню о России. У нас большой коллектив. День России – это наш праздник. Сейчас очень трудные времена для нашей России, но мы победим. Правда за нами. И все будет хорошо. Молодежное движение «Волонтеры Победы» приняло активное участие в организации праздника. Молодые люди готовили сцену к выступлению артистов, проводили различные акции. Корреспонденты телекомпании «Актиз» также приняли участие в одной из них. Сегодня мы представляем акцию, где Россия – это я. Люди могут подходить, оставлять предложения, что для них значит Россия. И я считаю, это классная акция. То есть каждый человек показывает, что для него значит его страна, его государство, где он родился. День России отмечается ежегодно уже более 30 лет. Праздник объединил всех, кто считает Российскую Федерацию своей родиной, кто любит и гордится Отечеством. Егор Сорокин, Раиса Сальникова, Олег Левченко. Местное время. Это были итоги недели. Смотрите нас на сайте actistv.ru и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok